Отчуждение И психологи начали изучать явление отчуждения еще в XIX веке. Кстати говоря, отчуждение, понятие отчуждения очень интересовало Карла Маркса. Но хотя отчуждение начали изучать только в XIX веке, само это явление существует уже давно. Появляется оно впервые в третьей главе книги «Бытие». После грехопадения наши прародители почувствовали себя отчужденными от своих собственных тел и решили покрыть их. Кроме того, они почувствовали отчуждение и от Бога, и скрылись, спрятались от Бога. Бог проявил свое физическое присутствие... Нет, по-другому. Бог показал свое видимое присутствие, присутствие, которое люди могли воспринимать в Эдемском саду. Написано, что «и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога». Существует такой метод преподавания, который называется «сократический метод». Метод Сократов метод. Это метод через постановку вопросов. Но отцом сократического метода преподавания был, конечно же, не Сократ. Отцом, основателем этого метода преподавания был сам Бог. Впервые он проявил его именно в Эдемском саду. Преподаватель, работающий по этому методу, задает вопросы не для того, чтобы получить и узнать информацию, но для того, чтобы научить своего ученика. Иисус задавал вопросы не потому, что не знал ответа на вопрос. Конечно, Он все знал. Но Он задавал вопросы, чтобы мы могли узнать подлинный ответ. Знает ли Бог, где спрятались Адам и Ева? Разумеется, конечно, знает. И все-таки Он спрашивает, «Где ты?» Девятый стих третьей главы. И Адам отвечает, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он говорит, что наг, но вспомните, пожалуйста, в седьмом стихе они заметили свою наготу, попытались сделать себе одеяние, но одеяния эти не могли скрыть их ощущение наготы в присутствии Божьем. Вспомните, что слово «бытие» означает «в начале», «бращить». Первое слово в Библии. Мы с вами говорили, что первые 11 глав книги «Бытия» посвящены событиям. С 12 по 50 главы посвящены личностям. Итак, какие же события в первых главах? Сотворение. Первый мужчина, первая женщина, первый брак, первый грех, грехопадение. Мы видим также в третьей главе, в седьмом стихе, первое проявление лжерелигии. Каким образом? Адам и Ева пытаются покрыть свой стыд за счет собственных усилий. Вот вам начало лжерелигии. Зачем они закрываются? Чтобы избавиться от чувства вины, от угрызения совести, вызванных грехом. В Нью-Йорке есть известный проповедник Тимофе Келлер. Тимофе Келлер говорит о стратегиях самоспасения. Адам и Ева делают для себя одеяния из листьев. Это стратегия самоспасения. Масличными листьями они пытаются закрыть, прикрыть свой грех. А теперь очень важное слово. Слово «умилостивление» или «покрытие». Это одно и то же слово. Его непосредственное значение «покрытие», богословское значение «умилостивление», «жертва умилостивления». Почему связь между этими двумя значениями? Потому что Христос покрывает наши грехи. Что сделали Адам и Ева, ощутив свою наготу? Они делают покрытие. Они пытаются принести жертву умилостивления. Всякая религия пытается принести жертву умилостивления. Но жертва оказывается не та. Жертва оказывается неверная. Они уходят от Бога. Они не хотят разговаривать с Богом. И стыд наготы у них остается. В седьмом стихе мы читаем, что они сделали себе одежды. В десятом стихе Адам говорит «я наг». Не помогли одежды. Бог говорит «кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева?» Он, конечно, признается, что ел, но сначала будет оправдываться. Он говорит «жена, которую ты дал мне, жена, которую ты мне дал, которую ты дал мне в жены, она дала мне от дерева. Я ел». Что он таким образом делает? Он, во-первых, говорит, что во всем виновата она. Но этим он не ограничивается. Виноват еще и Бог, который дал ему эту жену. Виновата жена, виноват Бог. Мне не довелось ходить в церковь в России, даже если бы я жил в России и ходил бы в церковь, я бы не слушал проповеди. Я проповедник, поэтому обычно, посещая церковь, я проповедую сам. Более того, если бы я оказался в церкви в России, я бы проповедь даже не понял. Поэтому о российской проповеди ничего сказать не могу. Скажу лишь о том, о чем не проповедуют на Западе. На Западе, с кафедры церковной, людей не обличают в грехе. Мы проповедуем Евангелие, которое не может ни ранить, ни исцелить. Как определить, родился ли человек свыше? Как определить, действует ли в сердце вашем Дух Святой? Стали ли вы детем Божиим, чадом Божиим? Один из признаков вот какой. Перестали ли вы обвинять других в своем грехе и обвинять Бога в своей боли, в своем страдании? Если перестали, то вы человек возрожденный. Но проповедники на Западе предпочитают не говорить ни о грехе, ни об угрызениях совести, потому что неприятно это слушать. А проповедники хотят, чтобы в церковь к ним возвращали, чтобы в церковь к ним приходили, и побольше, побольше. Не дай Бог человека обидеть, упомянув о грехе или о чувстве угрызения совести. Не дай Бог человеку сказать, что перед Святым Богом он осужден за грех. Именно таким было положение Адама после грехопадения и перед спасением. Кто сказал тебе, что ты нахт ел? Не ел ли ты от плода? Ел, потому что мне женщина. Помнишь ты эту женщину? Ты мне ведь ее дал. Сам мне ее дал. Она дала мне этот плод. Так что я тут вообще ни при чем. Помнишь, о чем мы говорили с вами недавно? Критики библейского текста говорят, да, в прежневосточной литературе есть другие рассказы о сотворении. Например, в эпике Гилгамеш есть рассказ о всемирном потопе. Хорошо, почитайте. Почитайте эпическую историю Гилгамеш и посмотрите, о вас ли это. Посмотрите, есть ли там духовная реальность. Вот с чего началось в самой-самой-самой-самой древней истории. Давным-давно произошли события, которые мы с вами сегодня читаем, но мы узнаем в них самих себя. Собственные муки совести. Нашу собственную природу. Наши собственные дела. Как такое может быть? Ведь книга эта написана много-много лет назад. Она описывает самых-самых-самых древних людей. Это очень просто. Эта книга — Божие Слово. Именно поэтому мы понимаем, что это Божие Слово. Она говорит о древних событиях, но и о нас. Корректор А.Кулакова Игнор был длинных� Продолжение следует... Продолжение следует...